МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот наш пройденный маршрут. На Бора что-то пошло не так. Мы должны были поидеть вот так, а пошли, а хотим поидеть, оказывается, вот сюда. А дело было так. Отжигаем в Хилтоне на Бора-Бора. Девки отжигаются в Хилтоне. Надо тогда девок снять, скорее, а то только мужик только в кадре. Да, у отеля Мэри и Хилтон. Бора-Бора и экипаж Леди Мэри, который крадется вдоль рифов. Который потратил почти весь интернет в Хилтоне. Мы, да, решили спасти хилтонцев от интернета, пусть наслаждаются видами. И взяли весь интернет на себя, накачали кучу фильмов, обучающих программ и вообще, короче. Мне сказали сказать, что мы славно отожгли на Бора-Боре. А что ты такая грустная? Мы так славно отожгли на Бора-Боре, что у мамы парит голова. Надо такое название поставить, тогда будет кликбейт. А мы такие, отжигаем. А вон там Юнгина рука стучится. Андрюх, какая наша долгота? 153-я. То есть 1200 миль строго на юг и на рифе Мария-Тереза. 27 июня 1862 года трехмачтовое судно Британии из Глазго потерпело крушение в 1500 рее от Патагонии в южном полушарии. Два матроса из Дангран добрались до острова Дагора. Здесь постоянно терпели высокие лишения. Они бросили этот документ под 153 градусом западной долготы и 37 градусом 11 минутной широты. Придите им на помощь или они погибнут. А это что за кружочки? Смотри, вот это Атол Суваров. Мы на него хотели зайти. У нас первоначальный план был зайти на Атол Суваров. Это в честь великого полководца русского Суворова он назван. Затем прийти вот сюда на Самуа. Здесь получить новозеландскую визу. И при хорошем раскладе, если мы получаем визу, то вот смотри какой был длинный путь в Новую Зеландию, чтобы вот здесь утверждать сезон урагана. А это? А это если нам на Самуа не дают визу Новой Зеландии, то мы идем к экватору, чтобы тоже убежать от ураганов. И месяца четыре вот здесь вот где-то тусуемся. На Атоле как бы у нас? Да, вот тут Атол Кантон, например. Все шансы были проторчать четыре месяца на Атоле и жить там дружно и есть кокосы. Мы говорим про то, что у нас есть две возможности. И мы рисуем третью. Можем пойти вот сюда. Мы идем на 37-ю параллель, которая в волюверном нашем любимом написана. И вот здесь вот она, да, лежит. То есть здесь уже нет ничего. Здесь попадаются какие-то там одинокие рифы, которые то ли есть, то ли нет. И вот в этом фишка. То есть экспедиция вот с этого начинается. Пойти туда, куда не ходит никто. Соответственно, в таком случае никакой визы Новой Зеландии мы не получим. И путь сюда нам будет заказан. Все с вами явно. Вот смотрите, 153 градус западной долготы. Вот он, да. Мы сейчас практически на нем. И если мы ищем риф Мария Тереза, а мы его ищем, то по Жулю Верну нам нужно спуститься по 153 градусу вниз до 37-й параллели. И вот здесь вот точка, тот самый риф Мария Тереза, где нашли Капитана Гранта в кино. Мы помнишь, смотрели? Да. Но на картах Адмиралтейства, почему мы его ищем, это же не земля там Санникова, которая точно не существует. Вот когда мы были маленькие, вот этот риф был обозначен на наших картах. У нас в Горном Алтае, в Пряничном домике, висит карта, где вот на 153, по-моему, градусе как раз Мария Тереза и обозначена. Но... Может быть, у тебя еще в детстве висело? И в детстве, да. То есть на всех картах до 2005 года в России вот этот риф есть. А на Адмиралтейских картах, вот на этой в частности, он обозначен вот здесь, под 136,5 градусом западной долготы, тоже на 37-й параллели. То есть если мы... И интернет сомневается, что этот остров существует, потому что везде вот здесь сняли со спутника из космоса, везде здесь глубины, там больше километра. Дескать, никаких вот здесь на 37-й параллели рифов нет. Что мы делаем тогда? Мы идем от координат данных с Джулием Верном до точки, заданной Адмиралтейскими картами и проверяем, а есть ли тут действительно риф Мария Тереза. Так, а сколько здесь сейчас? Давай посмотрим. Миль 800 надо будет пройти. 800 миль по 37-й параллели. Ну, собственно, вот это наша экспедиционная задача. Пап, а это что за плюсы? А вот это плюсиками, вот обозначены здесь еще рифы по дороге. Вот риф Марии Терезы, вот обозначены, вот я вот карандаш возьму, здесь плюсик. А кроме этого, здесь еще есть риф Вачусет, который открыт в 1899 году. Вот здесь есть безымянный риф, который открыт в 1957 году. Есть еще один риф, который, по-моему, в 64-м году открыт. И есть еще Эрнест Легуве, тоже риф называется. Он открыт тоже в начале 20-го века, по-моему, в 1902 году. И вот в существовании всех вот этих вот рифов до сих пор. Сомневается? Весь мир сомневается. Соответственно, вот задача нашей экспедиции либо подтвердить, либо опровергнуть вот это все. То есть это неправда, что все географические открытия совершены. Мы можем совершить настоящее географическое открытие. Открыть новые земли. Или наоборот, подтвердить, что этих земель здесь нет. Как поганель. Либо открыть, либо закрыть новые земли. Слушай, а вот если это типа риф, это что, вот скала торчит из моря? Потому что вот здесь Сало и Гомес обозначен типа островом, да? А он мы видели какой-то, помнишь, перед Пасхой был такой маленький островок, где мы встать не смогли и пошли дальше. Нет, ну риф это риф, это какие-то кораллы, они могут даже из моря сильно не выдаваться. То есть Капитана Гранда там всякое нет. Но могут там какие-нибудь пальмы расти, например, две. Да ладно, Марина. Или одна, как в необитаемом острове Робинзона в мультиках показывают, там остров пальма, и вот он сидит под ней, ждет корабля. Я, кстати, где-то видела картинку, где остров как будто белый, как песок, а на нем одна пальма единственная, а под ней сидит человек. Вот может быть нас тут тоже кто-нибудь ждет на этом рифе. А мы в ночи не напоримся на эти рифы. Что еще? Когда мы по 37 параллели пойдем, тоже вот так вот. А вдруг он там где-то посредине. Ну у нас есть радар, которым будем пользоваться, плюс будем вахтенного отправлять на мачту, слушать прибой. Каждую ночь. Кто ночью будет сидеть на мачте? Ну Настя. Кто еще? Матрос. Потом папа, потом мама. У меня здесь вот стоите, да? Прошли вот так. Вот так. Сейчас мы здесь не попросим. И потом пойдем вот до сюда. Но по дороге должны зайти вот сюда. А это что? Сюда. А вот это рифы, которые неизвестно есть тут или нет. А это плюсик с ним? Нет, это там нарисовано, что вот это рифы. Ну и... Конечно, ночь мы будем с радаром сидеть. А. Ну как... То есть, когда на 37-й выйдем, тогда будем с радаром идти. Когда на 30-й выйдем. Потому что мы сначала пойдем вот к этому рифу. А. Просто мы его вообще не включили. Короче, мы пойдем здесь рифы искать. Вот здесь. Психи. Водим в великие открыватели. То есть наверняка что-то из этих вот тут есть. То есть они прям точно есть. Возможно. Ну и точно есть или возможно? Возможно. Они... Есть какой-нибудь у них перевод? Ну нет, я думаю, что это фамилии людей, которые их открыли. Нет, это конечно, что Тернест Легувей, это же человек какой-то. В 1902 году открыл этот риф. Что он там делал? Такой же как мышь и волопытник капитана Гранта искал. Вот мы от Таити отошли немного в сторону Бора-Боры, и от Бора-Боры пошли в сторону Тула-Сувара. Где-то миль 100, наверное, прошли. А потом некоторые из нас сошли с ума, и мы повернули на юг. Вы сейчас хоть понимаете, на самом деле, что мы переходим в такой серьезный статус настоящей экспедиции? Впереди нас вот только некие рифы, да? Наша экспедиционная задача понять, есть они тут или нет на самом деле. Сделать скриншот своих координат, поснимать, что снаружи вокруг ничего нету, кроме моря. Или там, вот он риф, и вот от него волны разбиваются, а может мы даже к нему подошли близко. Или не подошли, потому что не можем, потому что он опасный риф. Вот как-то так. Круто! Мы идем сюда! Пишите в комментариях, что вы еще хотите увидеть в наших новых выпусках. Если вы нашли это видео интересным и полезным, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш канал, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok